Сегодня перед выездом из греческой столицы я наконец-то посетил Афинский Акрополь, где во всей красе видела античную архитектуру, но во всяком случае, наверное, лучшее, что от нее сохранилось. Парфенон, храм Посейдона, знаменитый портик с кариатидами Эрахтеон, внизу виднеются пропеллии и, конечно же, бесконечная панорама уходящих за горизонт современных Афин. Старый город здесь совсем небольшой, в основном это старинный район Плака, считается фактически чуть ли не самый старый исторический центр Европы, как здесь принято его называть. Ну а современные кварталы XIX-XX веков тянутся уже фактически к горизонту. Там немножко видна знаменитая церковь, метрополия называется, новый храм XIX веке построен, а рядом находится очень древний храм, еще византийский, совершенно уникальный, прежде всего своей необыкновенной миниатюрностью. Под солнцем виднеется новый афинский стадион, созданный по образцу олимпийского древнего стадиона. И над всем городом Докрополя развивается, вернее, греческий национальный флаг. Все здесь постоянно что-то делают, строят, реставрируют. Сколько всегда видел разных картинок, съемок, постоянно здесь что-то происходит, постоянно что-то активно делают. Вот такой значимый сегодня день моей жизни. Я посетил, наконец-то, Афинский Акрополь, знакомый мне почти 40 лет назад. Я все думаю, думал ли я гадал когда-то, когда учился в пятом классе, проходил историю Древней Греции, даже потом в институте уже 25 лет назад, Древний мир, что посещу Грецию, Афины, Афинский Акрополь. Ну, конечно же, сколько ни изучай, всегда все это не то, когда увидишь все это самостоятельно, своими глазами. Конечно, много все постоянно думает о мире всего красивого, интересного, и великие города, и маленькие камерные места. Но, конечно, есть наиболее значимые такие места, которые непременно нужно посетить в своей жизни. Несмотря на всю огромность нашего мира, таких мест сравнительно немного. И вот, конечно же, одно из таких исторически, художественно значимых, уж как угодно можно сказать, мест, конечно, это является Афинский Акрополь, которую обязательно нужно посетить хотя бы раз в своей жизни. Чего всем вам очень советую и искренне желаю. Продолжение следует... Ну, это все. До встречи, Афины. Надеюсь, до новых встреч.